Добрый день! Сегодня мы будем делать блюдо из басской кухни. Блюдо это очень интересно. Оно блюдо, которое было дежурным блюдом. Дело в том, что если к кому-то приходили гости раньше, то надо было чем-то кормить. Как правило, это была треска, имелась всегда в доме, лук и яйца. На этом основании делали яичницу или омлет с треской. У нас немножко такая похожая ситуация. Мы только что вернулись из отпуска. У нас дома ничего нет, потому что мы вернулись в воскресенье, все закрыто. Мы нашли одну филетную треску. Мы ее взяли и вот так раскрошили. Что было проще раскрашивать, когда сыра очень плохо, надо ее буквально на 2 минуты положить в кипящую воду. И потом она очень хорошо разделывается. Потом нужна будет такие вот перчики. Значит они острые. Нужен будет лук, 6 яиц мы сделаем. В общем это все так примерно. И нужен будет укроп, петрушка. Ну так как мы приехали, петрушки у нас нет, значит у нас есть сухая. В принципе конечно если будет свежая петрушка, что раньше в любом басском огороде было, мы не в огороде, значит мы будем использовать сухую. Значит нам нужна будет моливка масла. Значит начнем мы с того, что мы нальем масло. Причем хорошо нальем масло. В сковородку. Значит и включим ее. Когда масло нагреется, то мы положим туда только перца. И значит будем их делать буквально где-то минут 10. Зачем? Чтобы этому маслу дать вкус. Вкус остроты. А потом уже смешаем все остальные градиенты. Так масло у нас нагрелось, мы сюда кладем перец. И значит будем его где-то держать масло семечками совсем. Где-то минут 10. Значит на 1-2. Чтобы было не так явно. Значит семечки очень важно. Потому что масло должно быть в результате островато. Если мы берем семечки, то оно будет никаким островым. Хотя в общем-то если кому-то остальное не нравится, можно это и не делать. А кому нравится, можно положить больше перца. Значит я сразу скажу. Все ингредиенты в общем-то на глаз. Здесь у нас два стручка. Здесь у нас две небольшие примерно вот такие луковицы. Шесть яиц. Одно филе трески. Что найдется у басской хозяйки в доме. Так значит мы поджарили перцы. Где-то минут 10. Теперь мы возьмем это масло и процедим его. И чтобы у нас не было ни семечек, ничего. Так это мы обложим. Снимем вот сюда все семечки. И вылим сюда в рано масло. И теперь на этом масле, которое у нас ароматизировано перцами, мы будем жарить лук. Когда у нас лук станет таким уже пассированным, мы положим сюда треску. Значит лук надо все им мешать, чтобы он не подгорел ничего. И лука должно быть достаточно много. Сейчас здесь может быть даже побольше чуть. Ну где-то в общем такое количество. Лук пока у нас пассируется, мы сделаем одну вещь. Так как укроп у нас, петрушка у нас сухая, то мы положим сейчас. Если бы она была свежим, то положили бы ее уже, когда вместе с рыбкой был готов. Так где-то, скажем так, столовую ложку примерно. Еще оставим, чтобы она немножко сделалась. Петрушка, чтобы она в петрушку давала вкус и так далее. Значит, уже где-то пять минут лук делаем. Нам осталось, я так думаю, еще минут пять, чтобы он был хорошо сделан. Потому что лук не должен быть твердым, он должен быть мягким. Теперь насчет соли. Значит, в принципе, у нас треска, я уже говорил, у нас треска соленая. У нас свежая, это не свежая треска, это треска, которая засаливается в море. Это, скажем так, традиционная. Потом она приходит в Испанию, так сделается уже издавна. И это самая такая популярная вещь. Если у вас треска свежая, то надо, естественно, все это солить. У нас треска уже присоленая. Мы яйца немножко посолили. Здесь я немножко посолю, совсем чуть-чуть. Но много соленят, потому что треска она уже соленая. Вообще, если у вас треска свежая, то солите по вкусу. Так, значит, лук у нас уже стал подпасированным, поджарился. Вот, значит, все прямо сюда кладем нашу треску. И треску, значит, мы будем, скажем так, готовить буквально где-то минуты три, не больше. Шеф, у вас выключилась лента. Да, спасибо. Так, статус-ко восстановлен. Значит, теперь мы это перемешаем и сделаем буквально в течение двух-трех минут, не больше. Потому что треска очень быстро делается, тем более маленькие кусочки. И потом мы все это зальем яйцами, еще раз перемешаем. И, в общем-то, можно будет уже есть дежурное басовское блюдо. На все случаи жизни. На все случаи жизни. На все случаи жизни. Значит, в принципе, между трески спокойно можно положить банку тунца. на все рыбного. Мы это не разделали, и получается тоже очень вкусно. И тех же сардин. И те же сардины. В общем, все что угодно. Да. И здесь, чтобы надо было, чтобы был без кости, конечно. Это единственный, вот, скажем так, требование к рыбе, которую вы делаете. Ну, естественно, будет, значит, варьироваться время приготовления рыбы на сковородке. Так, треску мы продержали где-то минуты три. Значит, она у нас уже, в общем, сделала. Потому что она будет делать очень быстро, еще кусочки очень маленькие. Теперь мы все добавляем яйца. Добавляем яйца и все это перемешиваем, чтобы у нас хорошо смешалось яйцо с луком и с рыбой. Чтобы это была однородная масса такая. Так, и теперь будем его делать с одной стороны. Потом перевернем на другую сторону. Тоже сделаем. И может быть здесь. Значит, степень готовности яйца, это как кому нравится. Кому нравится более жидкий, кому нравится более сделанный. Это уже на ваше усмотрение. Так, с одной стороны у нас яйца сделана. Значит, сейчас мы накрываем тарелкой. Перевернем. И положим обратно. Чтобы она у нас сделана с другой стороны. Так, значит, у нас это блюдо, басское дежурное блюдо. Тортилья с бокалового тортилья. Это яичница или омлет, как хотите. Значит, теперь тут возник вопрос насчет сидра. Значит, я объясню. Сидра в стране пасков продается в бутылках и в бочках. В остальной, скажем так, в Северной Испании она всегда в бутылках. Как всегда. Значит, бутылка наливать. В принципе, в Астурии сливают вот такая бутылка. Вот с такой вот горлышко открывают. Поднимаю бутылку над головой и стакан опускаю вниз. Я этого не умею и думаю, что многие из вас тоже. Значит, многие бутылки оснащены специальными пробками, которые позволяют сделать. Или можно пробку купить. Но можно сделать такую пробку из обычной пробки. Вот такой вот. Значит, вы откупорили бутылку и у нас получается такая пробка. Значит, что мы сначала делаем. Мы берем острый нож нужен. И надрезаем такой желобок. Значит, который нам позволит, чтобы выходил воздух. Вот такой вот желобок треугольный. Вот такой вот. Видите? Значит, это чтобы просто проходил воздух. Если же делается так. Значит, этот ставится желобком на стол. И здесь где-то на полмиллиметра делается надрез на пол пробки. И потом эта пробка сливается вот так вот. Срезается. До этого среза. Значит, в результате получается... Здесь у меня получилось немножко неровно. Чуть побольше. Вот такая вот вещь. С этой стороны она вот так. Такой Г-образный выступ. А с другой стороны желобок. Значит, это все. Наливается. Этот. Наша конструкция. Заливается. Закрывается обратно. В бутылку. И наливается отсюда. Значит, где у нас был Г-образный вырез. Значит, наливать надо все обязательно на край стакана. И наливать примерно такое количество. Потому что сирену надо пить сразу. Нельзя ее вставлять. Потому что, как говорят в Астурии, она умирает. Значит, что там не было. Теперь это оператору. Спасибо. Пожалуйста. В общем, всем приятного аппетита и пока. Приятного аппетита. Пока.